Знаю, что вы у нас в городе не впервые. Скажите, что вас приводит к нам вновь и вновь? Ну, в данный момент у меня есть такой старый товарищ, еще по Калуге, Любимов Николай Викторович. Вот Оксана, мы давно уже с ними дружим, и, конечно, когда он появился в Рязани как губернатор, я знаю его как человек очень профессионального, порядочного, такого высокодуховного и очень патриотичного. Именно поэтому, наверное, Владимир Владимирович предложил ему эту должность. Это знак его как бы нахождения здесь и знак наших добрых давних отношений неслучайных. Это вот все обозначено таким вот приветствием и любовью к этому замечательному городу Рязани, который я действительно люблю. У меня есть такой близкий друг, кум, родственник Николай Николаевич Дроздов. Я не буду перечислять, все знают, сколько здесь великих людей родилось, исторических. Но вот Николай Николаевич, он его папа из Рязани, и он входит в рязанское земляничество, мы там часто бываем. И он дал на путь все приветствия, и, может быть, даже заедет на открытие выставки, на всяком случае. Он хотел, но у него есть небольшие проблемы со здоровьем, с рукой. Он как мальчишка все время падает, ломает, что-то куда-то лезет. Ну, в общем, такой активный житель нашей планеты. И, естественно, возникает то ногу там сломает, то руку сломает. Ну, это нормально. Для детей его возраст, когда ему задали вопрос, не боится ли он впадь с детства, он говорит, я из него не выходил. Вот это не выход. Его отражается на его иногда здоровье. Но надеемся, что мы его увидим. Он тоже относится к губернатору хорошо. Мы были в Калуге. С Николаем Николаевичем он нас принимал как зам тогда губернатора. Любимов. Вообще красивая фамилия, красивый человек, красивая семья. И вообще таких людей побольше. И Россия была бы самой великой державой, которой она и была. И, надеюсь, так и будет. Благодаря таким деятелям, как Николай Викторович. Удалось пообщаться немного с вашим арт-директором. Она рассказала, что на выставке будут представлены практически все стили, в которых вы работаете. А какой вот из них вам самый дорогой? Ну, разные стили, в которых я работаю. Вот сейчас Третьяковка берет реализм. Русский музей Петербурга. Он берет такой вот, скажем, Dream Vision. Сложное такое направление. Есть разные направления. Я пробовал и кубизм себя, и сюрреализм, но остановился на портрете. Ну, графика всегда должна быть у любого художника, если ты пишешь портрет. Потому что это подготовительный процесс. Вот. И это символизм основное, мое любимое направление. Конечно, Dream Vision, то, что я открыл как направление, это что-то такое между сном и явью. Вот. Скажем, в стиле импрессионистов. Вот. Ну, и совершенно другая техника. Вот эти работы, которые нравятся зрителю, и проходя период, так сказать, от реализма, символизма, и приходя к Dream Vision, люди начинают как бы привыкать или соглашаться с этим направлением, и начинают влюбляться в него. И потом у них появляются репродукции, и оригиналы, и копии. Вот не сразу они доходят. Может быть, вот эта книга, которая выходила «Лучшие художники мира», вот серия такая была, и вот обложку они взяли почему-то именно. Dream Vision, вот в этом направлении, такая комсомольская правда опускала серию. Ну, и я думаю, что человек, который был на моем выставке 6 лет назад, увидит совершенно другие работы в этот раз, они все будут такие, ну, апробированы временем, выставками международными и российскими. Уже прошли за это время там более 100 городах, вот были обновлены экспозиции полностью на 100%. Я думаю, что зрителю будет интересно посмотреть мои, такие наиболее последние опыты и творческие. И, конечно, многие работы были переписаны заново, обновленные. Начинал, скажем, в 88-м, закончил в 2017-м, а здесь тоже будут такие представленные работы. Я вспомнил один фильм, там играет Баталов, уже такой в возрасте, и молодая девочка, актриса, там роль его спутницы, они идут по Невскому, она ему так воздушно, или это все, она говорит, а вы летаете во сне? Он говорит, раньше летал, сейчас как-то прыгаю, прыгаю. Ну, вот все меняется, есть легкости на плеймере, на природе, когда ты делаешь легкие наброски, иногда неумелые, но они все равно вкусные, они такие вот, как бы выразительные, потому что ты схватываешь то, что ты чувствуешь молодым взглядом, свежим, ты как губка все впитываешь и все это передаешь на холст или на картон, тогда еще холстов-то не было возможности приобретать. Вот, иногда переписывались работы. Это такие импульсивные, вот. Есть работы уже законченные, зрелые, маститые, когда ты уже прошел, так сказать, училище грековское, закончил Суриковский институт, учился там еще в институтах художественных, и создается уже такая стабильная, классическая, но, скажем, не в плане реализма, это может быть и символизм, это может быть еще какое-то, скажем, направление, но они уже завершенные, продуманные, и как бы в них есть тоже элементы, так сказать, неожиданности вдруг, что-то возникает на фоне пейзажа, какой-нибудь куполь, шар неожиданно, находящийся в поле или в лесу. Ну, это, так сказать, период становления художника. Они по-разному, они, как бы, интересны для зрителя и такие, и такие. Вот Тернир, великий художник английский, который, кстати, не принимали в его время, не признавали академическое общество художников, он ничего не успел закончить. Что-то эскизы, эскизы, наброски легкие, воздушные такие. Он лил краски масляные, как акварель. А они хотели, академистов, чтобы он закончил, там, здание так здание, море так море, какое Азовского. Вот, и тем не менее он в конце подарил городу свою работу. Ничего не осталось, как построить музей. Сейчас самые ценные именно эскизы, именно вот эти свежие, именно такие неожиданные, легкие, воздушные. А вот стабильные, ну, хорошие работы, но они стоят намного меньше, чем те, которые он делал под таким впечатлением, как бы, импрессии своего такого вот восприятия мира импульсивного. Поэтому разные работы, они подчеркивают, там, запустим, если графика, ты видишь, что это вот похожий герой, и ты знаешь его, иногда узнаваемые в основном люди, и ты соглашаешься, да, характер схвачен или нет. Тогда можно судить и по живописи, кстати. Живописи у меня немного будет портретной, потому что они все находятся у тех, кого я писал, и я не собирал у них на выставку всегда сложный процесс договора, обговаривания, вот, а что у нас вместо этого будет, и так далее. Тем более, люди платили многие деньги, в основном. Кстати, коллеги мне очень просили узнать, сколько стоит у вас заказать портрет, и каждый ли может заказать, любой ли может к вам обратиться. Вы знаете, кто-то однажды мне сказал, что человек, который спрашивает о сумме, яхта не может себе позволить, сколько стоит яхта. Наверное, я бы сам у себя не смог купить портрет, скажем так. Но вот люди, которые хотят остаться в истории, а самый важный момент – это портрет. Понимаете, можно оставить деньги, которые могут превратиться в керенские бумаги, можно оставить машину дорогую, которая тебе через три года сгниет, можно оставить даже квартиру, которые ты можешь продать или переехать в другую квартиру. И только портрет, оставляя своим наследникам, ты можешь всегда жить в их сознании, в будущем, и внуки, и правники, и праправники, а еще кто писал. Это тоже важно. И это вот важная составляющая, что при жизни известный человек взялся написать их предка. «А почему? Значит, он был в достатке. А почему мы так бедно живем плохо? Давайте тоже восстановим былую славу». Это всегда стимул. Я как-то написал портрет одного человека. Он болел, и я все-таки успел. Но он прожил еще, правда, лет 6-7. И жена позвонила, сказала, «Микс, вы даже не представляете, что вы для нас сделали?» Мы смотрим на него и советуемся, равняемся. Мы видим, как он на нас смотрит, и как он реагирует на тот или иной вопрос, когда мы ему задаем. И мы до сих пор живем по его наветам и его советам. Портрет отвечает. Он энергетически передает им все, что надо делать в этой жизни без него. И говорит, если вы приедете в Таллинн и не заедете к нам, мы обидимся. Мы хотим, чтобы вы нас всегда останавливались. Мы дадим ключ, есть, нет. Но вы можете жить и останавливаться на сколько хотите. Вот им так приятно. Хотя он сказал, я богатый человек, Никас, и что оставить? Но деньги, вот я сказал уже, кризис и так далее, дефолты, да деньги их испортят. Я решил оставить свой портрет. Действительно, это сработало. Поэтому портрет – это очень важная вещь. Люди часто придают этому значение. Вот надо машину купить, шкаф, то-сё, и может быть. И портрет. На самом деле портрет – это может быть основное, понимаете, явление. Вот оставить именно что-то очень весомое, что-то очень энергетически и духовно заряженное, и то, что будет отвечать всегда их требованиям, их памяти. Никто не знает, какие были короли. Но мы знаем их по портретам. Мы узнаем папы римских, мы начинаем изучать, исследовать их. Но мы видим их характер, психологию. Один папа римский, пи-восьмой, не помню сейчас, он был коварный, жестокий, но он всё равно заказал портрет Веласкусу. Он не смог устоять. Веласкус сделал всё чётко. Он говорит, пиши такой, какой я есть. Тот, правда, при жизни не показывал, ещё сто лет было запрещено после смерти. Но потом открыли этот портрет, показали меру, и узнали, кто такой был папа. И оказалось, что он не только был плохой, но и был и хороший. По портретам можно судить очень о многом. И люди тонкие, люди созревшие, они заказывают интуитивно или иногда сознанием портрет свой. И в этом нет ничего такого как бы тщеславного. Подумаешь, нет, человек оставляет для истории. Он же всё равно оставляет что-то. Шкаф, тумбочку, кровать, если не знаю, деньги какие-то, портрет, это, может быть, самое правильное. И это для не общества, а для себя, для своего рода, для потомков мы рожаем детей, мы их обучаем, мы их оставляем, чтобы они сохранили нашу энергетику и были ещё умнее, ещё тоньше, ещё, так сказать, грамотнее, чем мы. Вот это и остаётся в портрете. Есть какой-то у Вас свой критерий, кого или что Вы никогда не стали бороться? Ну, Вы знаете, ну, наверное, есть это редко, потому что как профессиональный человек я берусь за всё, естественно. Я стараюсь найти и в том, и в другом что-то полезное и красивое, или хорошее, или... Ну, наверное, таких, как Шикатилово, я бы не стал писать, конечно. Или человек, который поджигает там храм, чтобы прославиться, делать какое-то негативное действие. Я бы этого не стал. Девочки, которые входили в храм, я бы тоже не стал писать. Я пишу людей состоявшихся. Они могут быть разные. Времена не выбирают, не живут и умирают. Я пишу эту историю, которая проходит мимо меня. Они бывают и такие, и такие в миру. Но они всё равно личности состоявшиеся. Это может быть Жириновский, это может быть Мерлин Стрим, это может быть Король Карла, Хуан, и это может быть и Принц, Абу-Даби и так далее. Это всё интересные люди. Ты оставляешь то, что ты видишь при этой жизни, и эти люди остаются и в твоей живописи в веках, в тысячелетиях. Это, наверное, и вызывает у художника как бы необычные интересы и любопытство к этому образу. Почему он нашёл свой миллион, как он его добыл, почему он состоялся, по каким критериям. Это всё интересно для художника. Конечно, были времена, когда я писал рабочих, колхозниц, писал бродяг, но потом прошли времена, и ты уже как бы освоил эту технику и знаешь, как писать портреты. Поэтому пишешь сегодня людей, состоявшихся уже на других, меньших, хватает времени, или тех, кто платит. Но это нормально. Таким способом я оставляю серию людей из река времени, которые тоже здесь представлены, разными людьми в разных одеждах средневековых люди-животные, что животные не глупее нас, просто они по-другому, может быть, мыслят не так, как мы, но много больше знаем, чем мы о природе. Могут перелететь из одной части мира или переплыть в другую часть, и мы не знаем почему. Мы бы так не смогли без навигатора, без компаса. Поэтому нужно рассматривать природу как цельную, как законченную, как великую, как потрясающе красивую. И задача художника отразить, показать и возвысить, будь это писатель, режиссер, по-устовски, скажем, писатель и режиссер, вот, Бондарчук. Но все люди, которые производят на свет мир таким, какой он есть, война, значит, это плохо, мир, цветы, сад, это прекрасно. Я думаю, что задача любого состоявшегося человека оставить после себя что-то очень хорошее, полезное, цельное, и позитивное, и мирное, чем я и занимаюсь. Вы немного рассказали о стиле, который вы изобрели. Для художника что важнее? Экспериментировать, пробовать и найти что-то новое, что можно оценить через 50, через 100 лет? Или все-таки делать то, что приносит радость людям именно сейчас, то, что они понимают? Ну, у каждого свое есть. Один нашел, как бы, свою форму, коробочку и клеит их всю жизнь, понимаете, нашел там квадраты там пишут, красные, синие, зеленые, слава богу, хотя бы разноцветные. Другой экспериментирует, третий там влюбляется в одну женщину и живет с ней всю жизнь, и слава богу ему, дай бог, как говорится, и дальше жить с ней. Ну, кто-то и поиск, кто-то мечется, кто-то ищет, кто-то экспериментирует, кто-то снимает трагедию, потом снимает комедию, и все это интересно, как режиссер или пишет какой-нибудь рассказы смешные и глубокие, Чехов или Гоголь. Мне все интересно. Мне интересно разные стили. Я изучал старых мастеров в Голландии, в Италии, во Франции, в Англии. Я узнавал разные стили в институтах, я пробовал себя и как дизайнер, и потом это помогло мне создать не без поддержки дизайнеров, профессионалов, которые знают, куда поставить ванны или унитазы. Но я сделал квартиру, которая в Москве является одной из самых интересных квартир. В Европе, я бы сказал, даже в мире. Я пробовал себя в театре как художник-постановщик, как художник, бутафоры и сцены, и это тоже дало мне потом возможность работать с такими мастерами, как Ефремов, такие как Олег Николаевич, как Джарханян Армен Борисович. И мы сделали какие-то спектакли. Я работал в театре у Баниониса Донатаса. Это тоже помогает. Я работал художником по ткани, это тоже потом пригодилось в жизни. Все опыты от иконописи, которые я делаю иногда в подарки моим друзьям или церквям, которые я изучал в Загорске восемь месяцев, но сейчас Сергей Посад, до сценографии. Все это в конце концов пригодилось. Поэтому я всеяден, и я все время что-то пытаюсь найти. Иногда это не получается. Я пробовал себя в сюрреализме, в абстракции, в наивном даже искусстве. Но что-то я отложил, понял, что это временно и не нужно, что-то сохранил, обогатил, умножил. Так возникла вот эта техника Dream Vision на изучение многих направлений и стилей. Но любая вещь не должна быть эклектичной. Она должна ровно быть столько, сколько ей положено. Понимаете, линии вовремя закончены, может быть гениальные, чуть-чуть продленные, уже может быть бестолковые, просто случайные линии. Поэтому нужно во всем знать пропорции, но они приходят с годами. Ты, как бы изучая мировое искусство, останавливаешься на чем-то, но ты не уподобляешься, ты не копируешь их. Ты копируешь свое время, когда это положено или нужно. А потом ты пытаешься приумножить эти знания и превратить их в некое новое понятие. И тут направлений может быть совершенно много и разных. Ну вот я остановился на символизме, как сказал Dream Vision, и, конечно, портрет основной, которым я занимаюсь многие годы, как графический, так и живописный. Это, наверное, основное мое направление. Хотел бы еще поговорить об одной стороне вашего творчества, которое тоже связано с Рязанью. Я сейчас имею в виду коллекцию платьев Светланы Лялиной, нашего рязанского модельера, Иные миры. Очень много ко мне приходило разных дизайнеров и пытались создать что-то свое. Я всегда относился к этому спокойно или вначале как бы восторжен, а потом видел результаты. И меня это всегда разочаровало и огорчало. Производили сумки и какие-то разные ботинки, там, не знаю, со своим брендом. Ну вот, пришла девушка, в общем-то, совершенно необычная, я бы сказал. По ней нельзя было сказать, что она что-то создаст такое великое. Из Рязани, крупная такая. Но все это мне нравится. Она как раз в этом, может быть, и оригинальная. Но я рассматривал ее просто как красивую женщину. Но никак не дизайнера, модельера. И когда она показала мне первые свои пробы, я был заинтересован, заинтригован. И когда возникла эта коллекция, я был потрясен. Она талантливая, она оригинальная, она тонкая, она вот такая совершенно необыкновенно проницательная. И были потом и другие, тоже пользовались популярностью. Всякие фуфайки, какие-то майки. Но они, скорее, для молодежи, которым все равно, что одевать. Понимаете, на ходу бутерброд из Макдональдса и так далее. Айпад, телефон. Они носят все подряд. Это тоже пользуется популярностью. Это тоже делается дизайнерами. Но вот у нее все продумано. Она серьезно отнеслась к ткани. Она ездила в Италию. Она там вырабатывала специальные, искала фабрики и вырабатывала ту ткань, которая должна быть, с цветом, чтобы она отвечала оригиналу. Я понял, что она отнеслась к этому очень профессионально. И этим она мне стала интересной и близка. Потому что я к себе очень требовательный. И всегда огорчаюсь, когда не такой цвет. «Хочешь книгу сделать, а не так напечатали» и так далее. Ну, так совпало. И этот проект удачный. И земля Рязанская рождает и таких замечательных, как Лялина, людей, профессионалов. У нее большое будущее. У нее нет поддержки. У нее нет, как говорится, крепкой руки. Но она сама пробивается. И этим вызывает еще больше восхищение и уважение. Вы скажете, что очень требовательна в расположении картин с позиции... Вы знаете, ну, тоже, но вот работа... Я часто все-таки доверяю профессионалам. Не всегда это бывает удачно, но ты всегда рассчитываешь, что те люди, которые занимаются, назвавшись, как говорить, груздем, полезая в кузов, что они это сделают достойно. Но когда я вижу иногда несочетание и непонимание, как должны работы звучать... Был такой Марк Радко, который писал квадраты такие разноцветные. Он считал, что вот этот квадрат с этим или это и с этим должны создавать гармонию, музыку. Должна быть музыкальность. Поэтому нужно от начала входа выставлять одну работу, и чтобы в конце зритель не уставал. Это тоже очень важно. Я сам часто приезжаю, вот я сегодня приехал на день раньше, чтобы посмотреть и подправить, если вдруг не так повесим. Не потому, что они люди плохие, просто у них свой вкус, и они не сталкивались с такой, допустим, эклектикой или с таким разнообразием. Когда работа в одном стиле, то поставить легко, от маленьких до больших. А когда там разные направления, то нужно чувствовать этого художника или знать, как точно и грамотно выставить экспозицию. Но я думаю, что здесь все будет хорошо. Я уверен, что зрителю понравится, и мы увидим результаты после того, как зрители придут и создадут свое мнение об этой экспозиции и выставке. Я знаю, что привезли более сотни картин, и ни одна из них не представляется с предыдущей выставкой. А сколько всего у вас работы? Ну, работа, вы знаете, я достаточно быстро работаю. Я лучше 10 напишу и 8 уничтожаю, но зато 2 будут хорошие. Я не люблю, когда долго работают. Я так много и долго учился, я так много штудировал классику, что сегодня я делаю за одну ночь, за две я могу, за неделю. Зависит просто еще от работы. Если есть портрет, его нельзя быстро писать. Есть лисировки, так называемые, лаковые слайки, которые ты делаешь один на другой. Он должен просохнуть. Проходит 3-4 дня. Поэтому я бы, может быть, и за ночь написал этот портрет, если бы он так же высыхал легко. Но его нужно, чтобы он, естественно, просыхал. Поэтому выдерживаешь. И работа пишется месяца, полтора. Но я параллельно делаю 2-3-4 работы. И иногда работы старые переписываю. Там что-то надо доделать, дописать. Это тоже добавляется к этой экспозиции. Экспериментируй, работа. Кажется сложной, но они иногда пишутся легко. А если ты знаешь это, выглядит эффектно. Поэтому здесь, как бы, я не помню, там, полторы-две тысячи, но таких, но мне тоже, как бы, не 15 лет. Все-таки я работаю уже 40 лет, поэтому за это время я писал много. И случайная работа, которую я не считаю за работой. Я бы многие работы сегодня выбросил, выничтожил, поставил новую. На замену. Но, к сожалению, уже в миру где-то находится. Поэтому я очень много дарил, что было неправильно. Мне было не жалко это, я дарил. Но теперь это представляет тоже мое лицо. И теперь я жалей. Лучше бы нам, как второй том уничтожил Гоголя, все сжечь. А я вот говорю, да возьмите, пожалуйста, мол, не жалко, это все равно, так сказать, делается легко. Но когда ты созреваешь, ты понимаешь, лучше оставить 2-3 картины, чтобы они стали такими джакондами, чем тысячу, две тысячи, которые из них, может быть, многие неудачны. Ну, так и есть. Я смотрел в Азовского выставку. Ужасные работы, отвратительные. И великие работы тут же ряда. Вот это ужасное сочетание странных работ, как будто несколько человек. Но на самом деле-то он делал все сам. И вот что-то он знал, что-то он не знал. Что-то было раннее, он же не трогал это, оставлял так, как есть. И или дарил, или продавал. А потом создавал новые. А те люди, которые имели эти картины позже, продавали ли, выставляли. Когда была полная экспозиция, несколько тысяч картин, то мы видим, насколько он различный, эклектичный и совершенно пораженный. Параллельно совершенно, или там разительно меняющийся. В Рязани у вас еще запланирована встреча со студентом художественного училища, мастер-класс. О чем вы будете им рассказывать? Чему вы будете учить? Ну, вы знаете, можно научить рисовать, но не стать художником. Можно быть ремесленником. У меня был друг в школе, он как сын офицера, у него папа был подполковник, тогда было принято, всегда музыкальная школа. Ну, обязательно ребенок такой должен обязательно был что-то знать, творческое, играть на инструменте, или там что-то делать очень такое, или балет, или еще что-то. Ну, если маленький рост, или маленький мальчик толстый, ну, какой балет? Если у человека нет слуха, ну, какая? Ну, для себя, пожалуйста. Ну, вот он играл очень хорошо, но только по нотам. Убирали ноту, он уже ничего не знал. Вот у меня есть Сен-Лука, который помнит там тысячи произведений на память, как говорить, музыкант-профессионал. Поэтому здесь еще и надо быть музыкантом, надо помнить вещи, которые я вижу во сне, вот, я их запоминаю. У меня такой шкафчик в голове, который я имею, я во сне его открываю какую-то створку, затаскиваю этот сон, оттуда те самые важные впечатления, которые нужны для передачи, когда я проснусь. Или я зарисовываю, я могу утром проснуться и вижу, что я уже четыре раза просыпался ночью, что-то зарисовал. Я вспоминаю эти фрагменты, которые потом являются. Вот у человека отрабатываются или вырабатываются какие-то навыки свои профессиональные, и они потом ему пригождаются в его творчестве, музыканту, художнику, писателю. Вот, он наблюдает, вспоминая по маленьким наброскам или записям каких-то слов, потом устанавливаются полные картины. Поэтому вот, наверное, это надо рассказать, чтобы человек состоялся как художник, он должен быть не ремесленником. Я сам сажусь как ремесленник, заканчиваю всегда как художник. Вот, я помню, учитель в школе нам рассказывал не как рисовать, а как воспринимать этот мир. Вот, облака, там слон, там медведь, там корабль плывет. Это все надо запомнить. Там где-нибудь на Луне показалась зелень, добавляй сильнее, там более ярче. То есть, ты художник. Вот эти навыки мне в жизни пригодились. Быть фантазером, быть, ну, как бы, творческим человеком, не повторять копийно одну природу, перевозя ее. Хотя Шишкин великий художник, это никто не спаривает сегодня. Хотя мы студентами считали, что это фотограф, и, в общем, художник так себе. На самом деле, он великий художник. Просто у каждого есть своя техника, но все-таки фантазии будучи даже пейзажистом, они никогда не мешают увидеть, дополнить и создать в совершенно новом ключе, не повторяя. Хотя ремесленники это тоже хорошо. Но есть составляющие. Это профессионализм высочайший, это обязательность. Если ты делаешь заказ, его надо выполнять срок, иначе тебе больше никто ничего не закажет. Это духовность, это как бы умение сохранить себя и не показывать негатив, а найти в этом негативе позитив и показать миру. Такие три составляющие. Патриотизм, любовь к родине и так далее. Я думаю, такие вещи, они и отдача. Получил, отдал. То есть состоялся, заработал, поделись. Потом всегда вернется старец. И быть трудоголиком. Это работа как шахтер, как стахановец. Такая же работа. Нужно и днем, и ночью работать. Если ты думаешь, что ты написал одну картинку, она станет великой после того. Бывали случаи, но это крайнее исключение большое из правила. Но на самом деле это труд, 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 труд. Что такое гений? Это талантливый человек, наделенный упорством. Человека, которого этого таланта лишен. То есть бездарность там пишет, пишет, через тысячу раз рассказик напечатали. Опять пишет. Гениальный, там, мазнул два мазка и ушел отдыхать. А вот талантливый, наделенный упорством того, который не имеет этого таланта, есть гений. Наверное, тут надо работать очень много. И это каждый день. И даже если ты не пишешь, ты все равно должен что-то допридумывать, что-то дозаписывать, сделать какие-то наброски, зарисовки, которые потом пригодятся. Ты должен жить в этом постоянно, находиться в этом, бориться в этом состоянии. И тогда ты полностью будешь отдаваться этому понятию искусства и не будешь ремесленником. Хотя ремесло хорошее, я тоже принимаю как нужное, необходимое понятие для человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова